Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Стругова Юлия Евгеньевна, генеральный директор Центра современной медицины имени профессора Швальба и Заигрова Наталья Константиновна, главный врач Центра. Здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Евгеньевна, первый вопрос к вам. Сам центр, расскажите о нем. Что это за центр, какие услуги он предоставляет? Медицинский центр имени профессора Швальба, он входит в сеть медицинских центров, которые существуют уже около 10 лет в Москве и Московской области. Год уже, как открыт медицинский центр в Рязани, мы оказываем весь спектр амбулаторных услуг, включая операционные услуги. У нас есть собственная операционная, многопрофильная, и у нас есть собственный стационар, в котором мы можем оказывать услуги по мини-инвазивным оперативным вмешательствам, то есть это операции одного дня, так называемые. Центр открыт с таким условием, чтобы можно было пациенту оказать услуги в полном объеме. То есть, если к нам пришел пациент, которому требуется только амбулаторная помощь, больничный лист, и выздоровление заканчивается на этом, мы можем оказать в таком объеме услугу. Если нужно оперативное вмешательство, то все, что мы можем делать в пределах своей операционной, то есть это порядка где-то одного дня стационара, мы тоже можем все это оказать по всем направлениям, начиная с терапии, неврологии, гинекологии, ортопедии, гастроэнтерологии, сосудистой, естественно, направления нашей основной сосудистой хирургии. Мы делаем мини-инвазивные операции при варикозной болезни вен, мы можем делать небольшие операции по ортопедии, то есть артероскопии, мы можем делать офисные операции по гинекологии, по проктологии, по урологии. То есть, в принципе, мы можем делать очень много таких полезных вмешательств и манипуляций, которые требуются в течение небольшого времени стационара. А ведь многие из этих услуг уникальны для Рязани, правильно? Да. В чём уникальность наших услуг и нашего медицинского центра? Собственно, операционной. То есть, имея собственную операционную, мы можем делать операции по мини-флебоктомии у себя на месте, то есть пациента не нужно госпитализировать. Мы оперируем лазером вены, мы делаем гастроскопию под лечебным сном, колоноскопию под лечебным сном. То есть, это тоже достаточно такая редкая для Рязани манипуляция. Мы делаем мини-инвазивные операции по уколу, проктологии, по гинекологии. У нас очень хорошего качества ультразвуковой аппарат. Мы делаем 3D, 4D диагностику, доплер. То есть, это, в принципе, все такие, ну, достаточно уникальные для Рязани вещи. А планируется ли ввести какие-то новые услуги? Обязательно. То есть, сейчас мы получаем лицензию на педиатрические услуги. То есть, у нас будут принимать врачи, детские врачи, детские урологи, оперирующие, причем детские ортопеды, детские кардиологи, эндокринологи. Детские врачи, урологи и хирурги, хочу сразу подчеркнуть, они будут из наших медицинских центров, из Подмосковья, из Москвы. Они будут или на месте оперировать детей, если это возможно будет. Они будут давать направление в наши же клиники, в Москву и в Подмосковье, если это невозможно будет сделать в наших условиях. То есть, это врачи все очень высокого уровня, оперирующие по многу лет, из Филатовской больницы, из Института Вишневского. То есть, ортопеды детские, я знаю, хирурги детские очень востребованы в Рязани, урологи детские очень востребованы в Рязани. То есть, мы решили расширить спектр услуг еще на педиатрию, чтобы мы могли оказывать еще детям помощь, помимо взрослому населению. То есть, мы сейчас вот этим плотно занимаемся, я думаю, что где-то месяц, ну максимум два, и у нас получится еще вести детские приемы и детские операции имени вазивные, такие же. В Центре современной медицины имени профессора Швальба существует такое понятие, как метатуризм. Что это? Ну, сразу говорю, что мы вступаем в так называемую уже официально зарегистрированную Ассоциацию медицинского туризма. Вот недавно в Рязани прошла конференция как раз этой ассоциации. Мы в нее тоже вступаем. Эта организация занимается тем, что принимает пациентов, в принципе, не только с Российской Федерации, но и с зарубежья. Так как мы находимся на территории Московской области, Москвы и Рязани, то мы принимаем пациентов как с Московской области, Москвы. И точно так же мы можем принимать пациентов с любого региона России, с заграницы. То есть, этим занимается как раз Ассоциация по медицинскому туризму. Мы совершенно спокойно можем своих пациентов на консультацию отправить к своим партнерам, которые занимаются медицинским туризмом. То есть, их входит в эту ассоциацию и даже без ассоциации. У нас очень много партнеров. То есть, направление в любое медицинское учреждение, которое требуется врачам, любое. Мы являемся партнерами с санаториев, Кавказских минеральных вод, Крыма, Анапы. То есть, все наши пациенты могут пройти реабилитацию в санаториях и профилакториях именно в этом направлении. Причем, это не просто направление в санаторий, а это специальные скидки для наших пациентов, конкретные врачи, которые будут заниматься. То есть, у нас связь уже, так как это наши партнеры, у нас связь уже с врачами. То есть, наш врач с врачом профилакторий для санатория тесно взаимодействует. То есть, мы закончим случай любой реабилитации после инфаркта миокарда, реабилитации по урологии у мужчин, после операции любой, женщины по гинекологии, по ревматологии тоже направление, ортопедии. Очень много направлений, когда мы направляем целевое такое направление в санатории. То есть, вот это называется медицинским туризмом. То есть, мы совершенно спокойно можем обмениваться пациентами. И то, что мы не можем на своей базе какую помощь оказать, мы совершенно спокойно можем предложить пациенту на его выбор любое медицинское учреждение, включая реабилитационное, для дальнейшего лечения, чтобы по максимуму оказать помощь. Вы ранее упомянули такое понятие, как офисная операция. А вот что это такое? Офисная операция – это как раз, допустим, операции по гистероскопии. Но это больше для специалистов, я сейчас говорю, и кого это интересует, если женщин. То есть, есть операции по гинекологии, которые требуют нахождения в стационаре в течение двух, трёх, пяти и более дней. А есть такие офисные операции, которые можно делать, то есть, ты прооперировал женщину точно так же под наркозом, да, и она полностью восстанавливается и после наркоза, и после операции где-то в течение двух, трёх часов. Такие операции мы совершенно спокойно можем делать. Наталья Константиновна, вот Вы исполняете обязанности не только главного врача Центра современной медицины, но ещё и врача-ревматолога. Вот расскажите об этом, как удается совмещать, сложно ли это. Спасибо. Я действительно являюсь недавно главным врачом этого Центра, но решение моё уйти в частную медицину не случайно. Я уже много работаю в различных коммерческих центрах и вижу, что такая помощь необходима населению. Получить правильную, квалифицированную помощь и достаточно быстро, грамотно и комплексно можно только в таких Центрах. В этом Центре я увидела явное преимущество перед другими Центрами в том, что действительно соблюдается три основных принципа. Первое – это высококвалифицированная медицинская помощь. Здесь мы говорим о том, что в основном идут люди на грамотных специалистов, где они получают не только помощь, но и в дальнейшем наблюдение за такими пациентами. То есть это постоянная, как бы скажем, их в дальнейшем обращаемость. Ну и, конечно же, второе – это возможно комплексно обследовать пациента сразу, так как по поликлинической помощи, хоть мы и понимаем, что стандарты у нас сейчас есть, но, тем не менее, выполняются они отсроченно. Сдать анализы или получить какую-то другую диагностику приходится немножко через какое-то время. Здесь можно сразу сдать и лабораторные анализы, исследования провести, провести другой вид инструментальной диагностики. На высококачественном оборудовании, которое мы увидели, это действительно возможность получить УЗИ-диагностику 3D, топлеровскую диагностику, которую сейчас у нас умеют и проводят наши специалисты нашего центра. В чём отличие этого центра вот с позиции пациента? То есть чем это отличается от другого центра и обычной больницы? Я ещё раз подчеркну, что, конечно же, здесь у нас высококачественная медицинская помощь, и оказывать мы можем консультативные услуги, это, конечно же, могут проводить и другие центры, но, тем не менее, я ещё раз хотела бы отметить, что мы можем сразу же на диагностическом этапе проводить ультразвуковую и лабораторную диагностику. Кроме того, естественно, если потребуется, то и фиброгастроскопию, которая проводится как без лечебного сна, так и с лечебным сном. Но главное наше отличие в том, что действительно у нас есть хорошо оснащённая хирургическая помощь в отношении операционной, анестезиологических пособий, которые проводят наши же доктора. И, кроме того, конечно, мне бы хотелось отметить достаточно качественная, вот именно грамотная ценовая политика всех этих услуг. Поэтому я думаю, что наши пациенты, если они придут в сервис, который мы окажем, это будет высококачественный и не так дорогостоимый, потому что сегодня у нас имеют скидки пенсионеры. Я думаю, что в будущем мы будем и местный регион, это Дашково-Песочный район, он тоже имеет скидки. В свою очередь это должно быть привлекательно для нашего населения. Ну и, конечно, ещё раз повторюсь, может быть, немного мы проводим много хирургической операции в отношении сосудистой хирургии, в отношении гинекологии, в отношении ортопедических вмешательств. Мы планируем ещё на этом не останавливаться, потому что у нас много планов и привлекаем отоларингологов. Я думаю, что в дальнейшем у нас будут операции по колоноскопии, сегодня мы их уже, в общем-то, уже будем иметь на будущее. Я думаю, что приглашаем всех пациентов при возможности обращаться к нам в наш центр. А вот расскажите немного о своих коллегах, вот что это за врачи? Ну, конечно же, я хотела отметить, что, несмотря на то, что я не совсем ответила на ваш вопрос, что я являюсь главным врачом, я ещё буду принимать и как ревматолог. Сама, в общем-то, ревматологом я являюсь 18 лет, больше 20 лет я врач, терапевт высшей категории. Ну и, тем не менее, терапевтический приём и ревматологический приём веду в своей клинике. Что касается всех больных, которые у меня наблюдались и, собственно, действительно я курировала центр ревматологического отделения областной клинической больницы, ну и новых пациентов, которые страдают суставными синдромами, остеопорозом, остеоартрозом, остеоартритами и артритами, системными заболеваниями сытной ткани, пожалуйста, приходите и на диагностику, и на возможную консультативную помощь в качестве лечения и дневного стационара. Мы оказываем такие услуги, потому что мы можем проводить и паранатуральное лечение, то есть внутривенное введение лекарственных средств, внутрисуставные инъекции, которые мы также можем проводить, и, конечно же, та медикаментозная помощь, которая может уже обязательно осуществляться под наблюдением специалистов. Кроме того, у нас есть высококачественные специалисты по лимонологии, это тоже кандидаты медицинских наук, и в том числе по кардиологии. Я говорю о, в общем-то, специалисте в субботине Сергея Викторовича, который тоже оказывает у нас услуги. Ну и много других высококвалифицированных специалистов, о которых, может быть, на программе о всех не скажешь, но, тем не менее, они достаточно пользуются спросом и могут оказывать свои услуги в гастроэнтерологии, в неврологии, урологии, гинекологии. У нас достаточно сосудистые хирурги, еще раз повторяю, они действительно достаточно квалифицированные специалисты. Юлия Евгеньевна, вот такой вопрос. Сколько центров современной медицины имени профессора Швальба сейчас в Рязани, где возможно найти? Вы знаете, мы находимся в очень уютном для меня месте, мне так кажется. Это новый строящийся район, Шереметьевский квартал, то есть это около глобуса. Большой современный микрорайон, где много народу, где хорошее красивое место рядом с Акой. Это село Дядьково, второй бульварный проезд, дом 6. Мы всех туда приглашаем. И мне кажется, это очень удачное расположение для нашего медицинского центра, потому что людям тяжело ехать в центр, допустим, те, кто купил квартиры или живет в новостройках. Так что приглашаем вас всех и пациентов, в том числе для которых эта передача, в наш медицинский центр. Он пока один, но я надеюсь, что мы будем двигаться вперед. Юлия Евгеньевна, Наталья Константиновна, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.